Верите ли вы в связь между датой рождения с судьбой человека, имеется в виду гороскопа, гадали ли вам когда-нибудь, сможете ли вы вспомнить какое-либо предсказание о вас или ваших знакомых, которое бы сбылось? Ну, видите ли, писатель, он всегда живет в мире символов, любой писатель, он может это отрицать, может не отрицать, так же, как режиссер. Вот если вы смотрите фильм, с чего начинается фильм? Черная кошка перебежала кому-то дорогу. Внутри фильма это символ, там что-то должно произойти. Ну, если это комедия, может быть, какое-то комическое событие и так далее. Или человек там живет в доме номер 13. Тоже, потому что там полностью авторский замысел, там нет ни одной случайной детали. Все сделано случайно. И поэтому и в реальной жизни, где огромное количество случайностей, вольно или невольно, любой творческий человек, который пишет произведения, он, конечно, живет в мире символов, и он должен это учитывать. Поэтому можно верить, не верить, но лучше избегать каких-то нежелательных ассоциаций к творческому человеку. Именно из чисто рациональных соображений. Я не говорю там о том, что это мистика какая-то и так далее. Просто так легче жить. И это связано и с какими-то бытовыми обычаями, традициями. Лучше всего их соблюдать. Ну, в разумных пределах, конечно. Если вы живете внутри этого культурного кода. Вообще, я родился в первый год 12-летнего цикла. В год крысы. В год крысы родилась моя мать. И в год крысы. Он был мой 12 лет, старше моей мамы. Родился мой отец. Поэтому я абсолютная такая вот крыса. И 60-летие – это вот год как раз. Это уже начало нового цикла. А с крысы она начинает цикл. Это первый зверь, которого увидел Будда. Туша-крыса, она такая-то любопытная. Поэтому, ну, можно сказать, что это случайно. Можно не случайно. Я в свое время обратил внимание на это. Это зверь, который всегда ищет выход из какой-то ситуации. Он очень изворотливый. И его не так-то просто. Хотя он маленький и слабый. Но его не так-то легко вот прижать. Ну, можно многое сказать по этому поводу. И о каких-то совпадениях. Еще что-то. Я по этому поводу что-то говорил. Ну, у меня умеренное, вот повторяю, у меня умеренное отношение ко всему этому. Я признаю, что существует такая шифрограмма. Эту шифрограмму стоит считывать. Но придавать ей такое абсолютное значение нельзя. Потому что, да, это условность некоторая. То, что хорошо в литературном произведении, не очень хорошо бывает в жизни. Не то, что нехорошо, а просто это незначительно. И не важно. Потому что жизнь – это не фильм и не роман. Хотя писатель иногда считает, что это одно и то же. И более того, это иногда является одним и тем же. Ну, достаточно вспомнить о вторичном влиянии художественных произведений на нашу жизнь. Оно бывает огромным. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok